Создайте вместе с нами целый гардероб удобной одежды, стильные шорты, в которых можно ходить на работу, встречаться с друзьями или вечером отдохнуть с семьей, и теплый кардиган – отличное решение для осени. На курс кардиган из Ладена моделирование и пошив предоставляется скидка 20% до конца октября и скидка 40% при приобретении полного комплекта курсов шорты 3 в 1. При единоразовой покупке всех блоков комплекта курсов шорты 3 в 1 действует скидка 30%. До конца октября на курсы по пошиву рубашек действует скидка 25%. Здравствуйте, с вами снова Александр, и сегодня я вам расскажу про лапки для сборки. Их самые распространенные два вида для простой универсальной машинки. Одна лапка сзади винтик, который регулирует величину посадки, а другая лапка со сменными подошвами. В комплекте идет обычно две подошвы, одна ниже, другая выше. Для чего и почему я вам расскажу. Сейчас я вам расскажу про более простую и та, которая мне, честно говоря, не очень нравится, лапка с задней регулировкой. Снимаем обычную лапку и ставим посадочную. После установки спецлапки всегда рекомендую проверять вручную, чтобы иголка, опускаясь, не касалась стенок лапки, чтобы не произошло удара и поломки иглы. Проверяем. Нормально. Для начала я вам покажу, что эту лапку можно использовать как простую лапку. Если болтик задний выкручен, то можно на ней просто шить как на простой лапке. В ней есть некоторые плюсы в том, что передние части лапки загнуты вверх на этих лыжах. Это удобно, например, когда строчишь синтопон, когда он весь пушистый, всегда цепляется за лапки. В данном случае некоторые используют их как простые лапки, чтобы синтопон не цеплялся и не лез туда под иголку. Возвращаясь к посадке, установили лапку, игла не цепляется. Для того, чтобы началась посадка, нужно задний винтик закрутить. Чем сильнее мы его закручиваем, тем ниже опускается носик лапки и тем больше будет посадка. Вот мы сейчас закрутим до упора и посмотрим. Еще, чтобы больше была посадка, нужно делать больше длину стежка, чтобы она более сильная была. И вот уже пошла посадка. Бывает, что при посадке начинает гулять посадка по шву. Для этого мы делаем натяжение ниток потуже, немного верхней особенно. Вот что у нас примерно получилось. Какой минус еще в этой лапке? Особенно на тонких тканях. Ну и на этой немножко есть. От зубчиков остается след на ткани. Она ее цепляет и портит. Для этого нужно освободить давление лапки, сделать послабее. Так как лапка при вкрученном винтике опускается вниз и начинает еще с большей силой давить на ткань. Для этого мы ослабляем просто давление лапки. И тогда посадка будет гораздо меньше. Вернее, не посадка, а следы на ткани. Повреждения. Еще эта лапка не совсем хорошо подходит для тех, как вот в данном случае, кто использует зубчатую рейку и зубья. Трехрядные. Вот обратите внимание, при опускании лапки на игольную пластину и на зубчики, вот одна сторона не касается практически зубчатой рейки. И вот она здесь в холостом ходу. Работает только одна сторона. Для этого желательно тогда, чтобы были зубчатая рейка с пластиной, четырехрядные. Тогда будет с двух сторон работать лапка и зубчики в паре. Чем больше посадка, тем больше стежок надо ставить. Чтобы изменить стежок, обязательно надо чуть-чуть нажать на рычаг заднего хода и потом тогда регулировать длину стежка. Не просто вот так силовать машинку, а именно чуть-чуть нажать. И тогда она легко двумя пальчиками регулируется. Теперь используем вторую лапку для сборки. Ставим ее на штатное место. И опять проверяем, чтобы иголочка проходила по центру отверстия лапки. В данном случае она касается одного бока. Для этого мы открываем пробочку, заглушку и напротив этого отверстия находится винт, которую мы просто слегка отпускаем. В этот момент нельзя поднимать лапку ни вручную, ни коленоподъемником. Это важно. После отпущения винта вот эта лапка сама прекрасно регулируется в стороны влево-вправо. Ставим ее по центру, опускаем иголку в лапку и фиксируем назад. Все. Теперь у нас иголочка идет по центру лапки. В комплекте к этой лапке идет две подошвы. Они разной высоты. Для чего? Для того, чтобы складки были на более высокой, более высокие складки и ткань более толстую можно было посаживать. На более маленькой подошве будут более нежные складки аккуратные и более тонкую ткань на ней обрабатывать. Ну, начнем с более тонкой подошвы. Устанавливаем сюда под винтик. Его немножко выкручиваем. Полностью не надо, чтобы он не соскакивал. Можно иголочку опустить и эту подошву туда задвинуть, чтобы иголка не ударила потом в саму подошву лапки. Вот до упора я поставил и чуть-чуть на себя возвращаю. В этом случае посадки практически не будет. Будет минимальная посадка. Сейчас посмотрим. Если мы эту подошву сдвигаем на себя, тем самым увеличивая посадку. Если мы длину стежка уменьшаем, например, с пятерки мы поставим на двойку, то и посадка заметно уменьшается. Гораздо меньше и легче. Мы с вами поставим на максимум, чтобы лучше видно было. Соответственно, и натяжение верхней нити мы делаем потуже, когда переводим с простого шитья на посадку, чтобы эта посадка по шву не гуляла. Сейчас давайте поставим более толстую подошву. Сначала установим так же на минимальную посадку. Упираем в иголку и чуть-чуть на себя, чтобы иголка не цеплялась от нее. Вот такие более крупные складки пошли. Сейчас делаем максимальную посадку. Выдвигнув на себя максимально. Вот что у нас получилось. Для сравнения. Это у нас максимальная посадка на более высокой подошве. Это максимальная посадка на более тонкой подошве, низкой. То есть заметна разница в складочках. Здесь они выше, здесь пониже. Поэтому смотря что вам надо. Когда возвращаем обычную лапку на место после специальных лапок, не забываем проверять центровку, чтобы иголочка не ударилась в лапку и не повредила машину и вас. Вот как в данном случае иголка начинает цепляться об край лапки. И вот, кстати, немножко лапка начинает гулять. Это вот потому, что здесь, когда мы регулировали влево-вправо, я коснулся коленоподъемника и там поднялась внутри. Для этого мы опять открываем заглушку, откручиваем винтик, который держит штук лапки. Центруем лапку относительно иглы. И лапка вот становится на место. Прижимается к игольной пластине. И опять закручиваем. Загрываем заглушку. Для этого надо будет не забыть открутить натяжение верхней нити. Когда регулировочную гайку я кручу по часовой стрелке, то натяжение нитки увеличивается. Нитка будет сильнее вытягиваться наверх и больше будет посадка. Ну и соответственно не будет петлить снизу. Если против часовой стрелки, то нитка будет освобождаться и будет меньше посадки. И установить длину стежка на ту длину, которая вам необходима. Сильно закрутил, что идет посадка. Откручиваем. Вот мы увидели, чем отличаются этих два вида лапок друг от друга. То есть каждый использует ее для себя. Я отдаю предпочтение лапке со сменными подошвами. Чем с регулировочным винтиком сзади. До свидания. С вами был Александр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова